Надо только дверь закрыть. Всем привет! Подложку, чтобы не отсвечивала. Привет! Привет! Будем рисовать с вами сегодня инопланетянина. Запрос от клиента. Привет, Юлечка! У нас запрос от клиента на инопланетянина. Поэтому будем рисовать гель-лаками, как всегда. Рисовать я... Вот у меня ребенка целый слон. Что нам нужно? Нам нужна какая-нибудь палитра. Ну, вот сюда сделаем немножечко желтенького. Инопланетянину у нас будет... Привет! Инопланетянин у нас будет вот такой. Вот такого вот мы его как-нибудь с рукой... урежем. А? Урежем как-то. Мы его урежем, да. То есть нам целиковый-то он не сильно нужен. Так, желтенький я взяла. Теперь нам нужен салатовенький гель-лак. Нам с вами понадобится белый. Да, скоро все появятся. Сегодня супер-денький. Нам нужен с вами беленький. Нам нужен какой-нибудь синенький. Так, это нет. Это не тот синенький. Нам нужен какой-нибудь с вами синенький. Привет всем! Давайте такого вот у нас будет. Синенький. И какой у нас там чёрненький нам нужен? Чёрненький и красненький. Нужно чуть-чуть чёрненького. Да. Чуть чёрненького. И чуть-чуть красненького. Всё. Больше нам ничего не надо. Всё остальное у нас есть. Так, первое, что мы делаем? Да, первое, что нам нужно, нам нужен обычный простой карандашик. Я его заточила, опилочку. Да. И, соответственно, мы отрисовываем сначала мордочку, да, его. То есть мы вот тут у нас будет шейка нашего инопланетянина. Так, я не дошлифовала. Бафим ноготь обязательно, да, чтобы он у вас не был глянцевым. Нам его надо забафить и обезжирить. Обезжириваю спиртиком, просто чтобы у вас карандашик по нему рисовал. Поэтому давайте вот тут у нас его будет шея. Такая вот. Вот он, шея. Потом у нас где-нибудь мы попробуем оботкнуть руку. Вот у нас будет, собственно говоря, его голова. То есть вы намечаете себе такую, знаете, некую раскрасочку. Тут у него будет голова. Надеюсь, вам это видно. Вот отсюда у него будут выходить наши антенки. Привет, Берменяша. Вот. Печенки были? А? Печенки были. Какие печенки? Были печенки. Сейчас мы в трансляции. Вот тут мы нарисуем ему один большой глазик. И вот тут ему нарисуем второй большой глазик. И вот. Они сейчас поедут, Лия. И вот тут будет у него ротик. Все. Такое сделали ему. Макетик. Шалом. Жара. Это хорошо. У нас нет жары. У нас какая-то года. Сделали ему, пожалуйста, потише. Иди тебе учиться обращаться с ними. Так. Что мы делаем? Теперь мы его закрашиваем зелененьким. Да? Рисую какой-то подубитой кисточкой. На самом деле. Вы меня уж простите. Но как это по принципу кисть. Что было, тем и рисуем. Так. Зарисовываем ему шейку. Обрисовываем ему ротик. Нам он тут не нужен. То есть заполняем его. Теперь у нас с вами такая некая раскраска. И наша задача его просто раскрасить. Мы его немножечко, конечно, сейчас будем высветлять. Товарища нашего. Под глаза оставляем. Да? Мы не закрашиваем наши глазики. Что-то они у нас такие темненькие. Такие синевой будут. Не закрашиваем ему, соответственно, наш ротик. Он у нас такой мультяшный товарищ. Такой вот. Сейчас мы просто его закрашиваем. Неончиком. Сделаем ему такую вот. Такой вот у нас круглый товарищ. Такой вот кругляшок у нас. И приблизительно вот тут у него у нас будут антенки вот сюда выходить. Мы потом затемним и засветлим. Такой вот у нас зеленый подмалевочек у него получился. Снова подзаполняем еще немножечко. Так, сушим. Его сушим. Клиент сушим. Сушим. А вот тут мы ему сделаем руку. Тут у нас да у меня перевернута камера. Слушайте, ну переверните камеру, как вам удобно. А вот тут у нас будет его рука. Вот мне так хочется. У наполнительного нашего всего три пальчика. Такие три пальчика у него. Раз такой пальчик. А у него два пальчика. Да, видите? Такой вот. и у него тут вот такой третий пальчик. Почти как у Микки Мауса. Делаем ему ладошку, да, не забывайте. Пусть он у нас трехпальчатый, но ладошка-то у него есть. Ногти. Слушай, у него тут нет ногтей. И тоже заполняем наше вот это вот добро, нашу руку, лапу ему нашим зелененьким. Так, тот мы высушили. Сейчас мы ручку заполним ему и будем их видите, как он у нас будет? Такой у нас такой деловой. трехпальчатый. Трехпальчатый. Так, дальше, что мы делаем? Что мы делаем дальше? Нам нужно сделать затемнение. Для затемнения я беру наш опять-таки зелененький и мешаю его просто с черным. И добавляю в него топ без липкого слоя, для того, чтобы размыть его пигментацию. Да, как бы, ну, либо топ с липким слоем, вот вам что нравится, тем вы и разбавляете. Ну, вот у меня просто безближайший топ без липкости, да? И я ему затемняю вот эту часть личика. Вот, да, щечку? Вот эту вот я ему затемняю ее. Потом я вытираю кисточку, делаю ее сухой. Что мимо-то? Я вас мимо ушли, ушла. Могу. Вытерла кисточку и просто его вот тут вот растушевываю прям сухой кистью. Делаю такую почти акварельку. Затемнело слегка. Затемняю ему другую сторону. Вот, да, у нас, если вы посмотрите, вот они у нас затемненные наши места. Затемняю ему сюда немножечко. провожу, да, вытираю кисточку и просто ее растушевываю. Наше затемнение. Нам нужно затемнить под шеей. Так, шею мы какую-то кривую немножко сделали. Вот она у нас, такая шея. Не прорисовали ему до конца шеи, товарищу нашему. и затемняем ему вот этот вот кусок шеи. Да, у него же там подбородок все-таки есть, пусть он инопланетный, но с подбородком. Это значит, мы потом никогда не поймем, что у нас там. Что мы ему еще затемняем? Мы ему затемняем вот эти антенки. Да, снизу. Я прохожу снизу вот сюда, чтобы было видно нашу антенку. Вот сюда прохожу снизу. Его можно, кстати, объемным сделать, товарищу. Да, на капельной технике, как Юля Белей показывает. То есть вполне. Да, антенка у нас идет вот отсюда. Вот этот вот кусочек, где у нас идет, откуда антенка, мы тоже с вами затемняем. А то у нас непонятно, откуда вообще что идет, из какой головы. Или не из головы, или из ушей. Уши у него нет. У нас будет с вами товарищ без ушей. и растушевываем, чтобы сгладить все это. Чтобы он у нас не был такой уж совсем ярко выраженный. И я ему затемню немножечко рот внутри. вот он у нас почти принял уже какую-то форму какого-то инопланетного, да, почти существа. он у нас уже такой товарищ. И давайте ему немножечко высветлим, что ли, нос. Там ему немножечко его высветлим желтым, неоном. его можно помешать желтым немножечко с белым, добавить чуть-чуть беленького, потому что поплотнее, и немножечко вот тут вот ему тоже кусманчик высветлить. такой вот товарищ у нас уже получается. Сейчас я сразу сюда же нанесу ему низ глазика. Он у нас синенький. Да, глазик-то у нас все-таки должен быть такой вот у нас синенький глазик. Все, немножечко тоже подтушую. Потом его заполним черным. Не до конца, но заполним. беру в топе кисти кунаю и вот прочпокиваю кисточкой. Так, ставь. Ну, он такой, вот видишь, мы забили как инопланетянин. Фиг его знает инопланетянин это или нет. Так, что нам нужно? Мы высветляем на руке его ладошку вот сюда мы ставим. Да, выступающие части мы высветляем. Так, волосок. выступающие части, то есть вот тут мы ему высветляем немножечко. Вот мы ему пальчики, да, наши, чтобы они получили хоть какой-то наш объемчик визуально. на ладошке мы ему высветляем вот эти места. Собственно говоря, саму ладошку ему высветляем. Заходи. слушай, слушай, вот я же роспись не веду. Откуда у меня цветовой круг? Не, Анатолий, что не имею, того не имею. и высветляем вот этот вот большой пальчик. Теперь я могу сразу же затемнить все, что мне нужно, да, как бы пока не просохло. Берем чуть нашего сюда, вот капельки прям поставим, да, в местах сгибов. Вот так мы поставим и сейчас мы это просто растушуем с вами. Опять вытираем, промываем кистюльку. Топ, да, и вот так ему это все благополучненько вытемняем. Почти как это черепашки, да, ниндзя? Почти. Почти. Потом мы возьмем тоненькую еще кисточку и дорисуем, прорисуем какие-то вещи. Так, ставь руку. Так, дальше что у нас? Глаза. Глаза берем с вами черный. Я тоже немножечко в него добавлю топа. И закрашу не до конца ему оставлю немножечко синевы внизу в глазике, да, все-таки он у нас не чисто черный, товарищ. вот такие большие у него глаза. Он же у нас инопланетный дружбан. Такое вот у него. Такие вот у него глазюки. Ставь, тоже сушим. Так, я беру вот эту нашу кашицу, которая у нас с вами зеленцой, и добавляю еще немножечко черного, делаю ему такой черно-зеленый пандон, потому что если вы будете обрисовывать просто черный, у вас появится такая немножечко контрастность. Сейчас добавлю в него еще немножечко зеленцы. Хочу сделать просто темно-темно-темно-зеленый цвет, которым мы, собственно говоря, с вами будем все это обрисовывать. Просто чисто черным, когда у вас цветные рисунки, ну, не знаю, вы можете, конечно, так рисовать, но мне это не очень сильно нравится, очень большая контрастность, и нет ощущения того, что оно как-то между собой взаимодействует. Беру тоненькую кисточку, длинненькую, так, чуть-чуть еще черненького хочу, вот, она будет у вас просто очень сильно выделяться, и обрисовываю ему задние пальчики. Вот, видите, я делаю прям чуть-чуть такие обрисовочки ему пальчиком. Сейчас обрисуем ему ручку, чтобы она нас объемчик какой-то, да, получила с вами. Вот, немножко выделю ему вот тут вот сгибы ручек, возьму немножечко беленького, перемешаю, тоже высветлю, сделаю яркую, вот тут вот высветлю ему ручку, вот так вот, да, то есть там сделаем ему такую, да, как у нас на ладошке сгиб, сгиб на ладошке, а темненьким ему наоборот сгиб вот сюда и сделаю. Вот он у нас почти уже, приветик, почти уже такой товарищ-то живой, вот такая вот у нас ручоночка у него-то и получилась, трёхпальчик, с трёхпальчиками, вот такая вот рука, ставь. Так, возвращаемся к нашим глазам, нам нужно с вами кусочек белого, да, но не просто белый, нам надо поставить две точки, да, ему, а сделать ему свечение глазиков, да, то есть мы ему сейчас сделаем вот сюда, и мы сейчас этому товарищу опять-таки возьмём топ и поставим в этот топ немножечко так его разбавим, чтобы такое было, ну, несколько такой размытый товарищ. Размываем немножечко его, чтобы у нас было вот ощущение такого свечения. Смотрите, он уже какой смешной такой получается. Ему ротик остался на самом деле. Ставь, ему остался ротик, он же ногтевик. Так, этот, собственно говоря, руку мы оставляем в покое, перекрываем просто топом, так как белый лак, я его сейчас перекрываю флексиком без липкого слоя и успокаиваюсь и сушим руку благополучно. Вот такая рука от него. Привет! Так, ротик. Опять-таки, ротик ярким совсем делать не будем, да, мы сделаем его и там язык же у нас живет у нас он какой-то с языком. Поэтому приблизительно делаем, берем красненького и беленького мешаем все это, вымешиваем. Мало взяла беленького. Делаем такой вот недорозовый, как я его называю, недокрасный, недорозовый. Слушайте, нужна, как я говорю, для всего нужна, в принципе, основная палитра и все. Так, я внутри ему там намечаю вот такой язычочек, вот, видите, слегка мои курсы в Риге, меня пока в Ригу никто не зовет, неинтересно. симпатяга, да. Нет, курсы по росписи я не преподаю, но показать, как рисую, могу. У меня это аппаратка, там, и закрываю все это внутри, вот, просто красным, да, для того, чтобы у нас было ощущение того, что у нас язык там где-то внутри. Такой вот, он ржачный уже получился, ставь, суши. И, собственно, этот, досуши его и оставь в покое. То есть, рука у нас осталась рукой, он нам передает инопланетный привет. Вот, нам осталось его обрисовать. Опять-таки, да, обрисовывать я буду, глаза нам обрисовывать даже и не нужно, они у нас и так. Нам нужно, опять-таки, взять вот этот темно-зеленый, да, который мы с вами намешали, либо он у вас есть какой-то готовый такой цвет, либо, опять-таки, вы смешали там зеленый-черный и получили черный с подтоном зеленого, и вот именно им мы будем с вами товарища-то и обрисовывать. Давай. Так, что нам нужно? Опять, да, выделяем. Ну, выделяем, во-первых, его голову, да, что он у нас товарищ-то кругленький. Вот тут самое главное, на мой взгляд, то, что вам нужно, это чтобы у вас линия была, ну, просто, ну, и тонюсенькая, ну, чтобы вы не перемудрили. Когда вы помните, у нас антеннки над головой, да, то есть мы делаем расстояние, он уже у нас такой с антеннами, вот тут мы делаем подбородочек такой вот, да, обрисовали. Можем сделать ему вот этим темным, вот сюда вот поставить такую, как бы, полосочку и показать, что у него там где-то, даже не вот сюда, это ее плохую полосочку, вот, вот так вот ему поставить полосочку, да, что вот там шея, сгиб шеи, еще что-нибудь такое. Так, обрисовываем наши антенки. Антенка у нас идет вот отсюда, да, до конца, и вот тут она заходит, то есть, ну, нам нужно выделить все-таки антенку, вроде как мы ее там вытемнили, но обрисовать все равно будет. Просто, когда вы перекроете топом, вам, может быть, кажется, что вы сейчас нарисовали ярко, а на самом деле, слушайте, я никуда, мне кажется, не ухожу все-таки, у меня тут все нормально, вот, и обрисовываем, так, клиент не шевелится, обрисовываем ему ротик, на такой вот товарищ у нас будет с ротиком, тоже же этим же зеленое, непонятненький, и, собственно говоря, почти и вот, вот такой вот у него, такой вот у нас мультяшный, инопланетный дружбан появился, достаточно забавный и смешной. Сейчас, и вот тут вот шейку я тоже ему дорисую, да, немножечко ее выделю, чтобы он у нас выделился не просто, что у него и шея, да, есть, и опять-таки, могу немножечко, хочу подтемнить, ну, просто вот мне так хочется, там, сейчас возьму другую кистельку, и растушевать, опять-таки, да, вот, взять топ, и смоченном топе, да, шею ему немножечко, опять-таки, затемнить. Собственно говоря, вот такой вот забавный, чтобы вылечить грибок на ногтях рук, вам нужно в первую очередь обратиться к дерматологу и сдать анализы, посев на грибок, не на общий анализ, а именно на грибок расширенный, чтобы вам определили тип. Потом вы отправляетесь к дерматологу, который назначает вам лекарства, а мы только устраиваем зачистку, пожалуйста, мы не лечим грибки, не берите на себя такую ответственность, никогда, ни при каких условиях. Миколог, дерматолог, сейчас нет миколога, есть такая профессия, как врач-дерматолог, вот вам отправлять клиента исключительно туда. Девчонки, ну, как бы, давайте, мы не врачи, да, мы не заканчивали шесть лет общей практики, и потом еще два года аспирантуры, по, а потом еще долго-долго-долго учились. Грибников, Юль, мне кажется, сейчас эта проблема, к сожалению, везде, очень путают. Я говорю, вот вчера у нас проходил семинар, да, Алексея Цикина, он доцент кафедры, да, миколог, дерматолог, ну, то есть научный сотрудник, скажем так, и вот был двухдневный семинар, как раз-таки, по инфекционным и неинфекционным патологиям, вы не поверите, какой вообще кладезь информации был. Вот, такой вот товарищ, чуть его перевернем, чтобы на стоп, да, выровнялся, и засушим. Все, сушим. Светка там прыгает. Не-не-не, лучше, да, обычный наш бывший НКВД, да, КВД, кожевен диспансер, да, кожевен диспансер. Что у тебя там случилось? Они меня сломали, вот это вот все, я обыграла. Понятно. Копаем, копаем, и все. Да, в общем, у нас получилась его ручка, да, с вами. Такая, он намашет из космоса и говорит, привет! Да, с ручкой. А второй товарищ у нас... Что смотрели? А, ты пришла посмотреть его жутку? Я написала тебе глаза, сделаю ему, боюсь, выпуклые. Не, я не хочу выпуклые тут. Нет, не хочу сейчас выпуклые. В общем, вот такой вот у нас с рукой товарищ, а второй у нас, а вот, собственно говоря, наш герой на сегодняшний день. Он такой милый. Он прям получился очень мимишный. Вот, так что такой мимишный инопланетянин, девчонки, Яндекс. с картинки, вот, как вы понимаете. Сейчас, подождите, у меня пароль. Вот он, такой товарищ. Просто обрезаем, выбираем часть, какая нам нужна и рисуем. Не обязательно, да, рисовать его полностью. Вот. Сейчас у нас тут еще что-то было. Сейчас. Вот мы думали еще такого нарисовать. Видите? С бластером. У нас была еще мысль его, но что-то выбрали все-таки совсем мультяшного. Так что показали вам такого вот прям смешного, забавного товарища. Ну, мы не с одним лаком, у меня цвет бьютикса, а это наш цвет. Видите, они все равно с потони отличаются. Хотя, не знаю, передаст это камера или нет. Это больше в голубизну, а этот больше в зеленцу. Ну, да, цвета похожи. Все, мои хорошие, всех целую, люблю. Хорошего вам сегодня субботнего дня. Вроде у нас в Москве дождик не обещают, поэтому хорошая погода. Вот, а я думаю, что сейчас кто-нибудь видит еще, и я даже буду всех смотреть, а мы пойдем ногти фотографировать красиво. Все, всех целовашечки, обнимашечки, целоваю, люблю, до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok